Всем привет! Приветствую вас на канале ТВ Распаковки. Сегодня поговорим о Т2 тюнере World Vision. Этих тюнерков есть несколько вариантов, там разные цифры, там Т624, М3, Д3, разные их несколько вариантов, но отличия у них небольшие, поэтому нет смысла разбирать каждый. Поэтому сегодня разберем один из этих вариантов, который называется Т624, М3. Это тюнерок от компании World Vision, он для приема Т2 каналов и кабельных каналов, он принимает на частоте 52, 96 МГц. Вот комплектация, в комплекте идет такой кабелек тюльпаны, ну как обычный стандартный для Т2 тюнеров. Дальше у нас идет питание 5 вольт, тоже обычные стандартные плюсы этого, что питание выносное. В комплекте идет пульт, такой же как во всех World Vision, все кнопочки присутствуют, на мой взгляд удобный, хороший пульт. Ну и как всегда в комплекте идут батарейки, которые, ну это тоже плюс, что батарейки есть. И вот сам такой тюнерок. Разные модели отличаются разной формой, ну вот этот М3, вот такая у него форма, видите, есть решеточка, так что охлаждение есть. На передней панели есть USB вход для подключения USB флешки и разных накопителей. Взади есть Т2 выход, еще один USB можно подключать, Wi-Fi адаптер, HDMI кабель, AV выход и питание, которые тоже можно подключать. Все дырочки на месте, вентиляция будет работать, в принципе играться он сильно не должен. Сейчас мы его подключим к телевизору и посмотрим какое меню, попробуем настроить, сканировать каналы, ну и посмотрим, как он работает от интернета, какие есть приложения. При включении стандартная заставка World Vision, как на всех тюнерах этой компании, ну при включении нужно сразу перейти в настройки, сейчас мы чем и займемся и попробуем отсканировать наши Т2 каналы. Так, сейчас мы найдем это меню, вот видим диапазон поиска Т2, выбираем страна, регион, Украина, так как я нахожусь в Украине. Включаем питание антенны, у меня антенна польская, я нахожусь за городом, поэтому активирую усилитель, ну и сканируем каналы. У меня тюнеры, как обычно, ловят с двух вышек, поэтому ловится много каналов, но они в принципе на разных вышках похожи, отличаются только последние, так как областные, там они немножко разные. Ну сканирует тюнерок довольно быстро, по качеству сигнала, по качеству приема, неплохой. Некоторые тюнера он опережает по силе сигнала, некоторые и не очень. Вот комбо ресиверах я заметил немножко сигнал на Т2 поменьше, вот чисто Т2 хороший, но это тоже смотря какая модель или какая попадется. Ну вот отсканировали каналы, вот такая картинка. Картинка конечно камера не передает, но картинка Раундвенглаз хорошая, отличная, вот видите канал один идет вообще в формате HD, картинка четкая. В принципе для Т2 приема, для Т2 просмотра отличная, неплохая картинка, так что можно использовать этот тюнерок как Т2 приемник. Ну и теперь пройдемся по меню. В начале у нас есть диапазон, вот настройка времени, тоже можно выставить, таймер, запуск режима IPTV, режим ожидания, плановое выключение-выключение и регион время, можно здесь все настроить. Язык меню, язык телегида, язык субтитров, язык телетекста, язык аудио, цифровой зум и история переключений. Это такое тоже следующее меню в настройках, тоже можно настроить по своему вкусу. Дальше у нас идет родительский контроль, установить можно пароль, вернуться в заводским настройкам, информация, вот как мы видим последняя версия прошивки 7.10.2021 года. Так, версия прошивки 1.3, оборудование видите 4 мегабайта памяти и 64 оперативки. Обновление APO можно обновлять через USB и можно обновлять через сеть, но чтобы обновлять через сеть нужно подключить к Wi-Fi адаптеру. И вот я подключился к своей сети и увидите появляется такой зеленый замочек. И можно приступить к обновлению ПУ. Нажимаем обновление по сети, вот раздел все и нажимаем кнопкой ОК и обновляется наше данное устройство. Ну как вы видите версия 0.7 и 10, она уже меня стоит, но для того чтобы ознакомиться. Сейчас я вам обновлю, все работает с воздуха, видите, прошивочка обновляется, поэтому в WordVision плюс, что с воздуха можно обновлять прошивочку, не искать на сайтах. Это хороший плюс. Но после обновления нужно обязательно как бы заново настраивать, сканировать каналы, заново подключаться к сети, но я думаю это несложно. Во всех тюнерках оно как бы стандартное. Так, ну вот видите, идет обновление. Прошло успешно. После обновления тюнерок перезагружается. Так, сейчас вы как видите, вот опять такая заставочка. Ну и посмотрим, что работает. Вот эта версия уже за 0.7 и 0.10, можно сказать, интересно. Покажу чем. Сейчас посмотрим. Ну, как я говорил, сейчас надо заново все настроить. Настроить сеть, настройку и так далее. Видите, версия та же самая, потому что это последняя на данный момент версия прошивки. Переходим дальше. Какое у нас меню. Здесь режим мультимедиа. Можно просматривать файлы, видео и музыку с флешки. Так что можно использовать как мультимедийный приемник. Записывать можно файлы на USB. TimeShift тоже в этой тюнер поддерживает. Тоже можно все настроить. И вот интернет функция. Первая функция IPTV. IPTV с прошивкой плейлист не стоит, но вполне сейчас плейлистов бесплатных, разных, вполне можно найти в сети, установить на флешку и обновить. Красная кнопочка и плейлист установить, он будет работать. Так что такая функция в данном тюнерке поддерживается. Есть функция YouTube. С новой этой прошивкой YouTube работает. Так что можно включать, смотреть и разные YouTube ролики, и YouTube фильмы. Вот, например, давайте сейчас запустим фильм с YouTube, как он работает. Включаем. Вот этот. И вот видите, фильм пошел. YouTube идет быстро на этой прошивке. YouTube работает отлично. Так, фильмец пошел. Вот, ну, картинка тоже неплохая. Чуть-чуть похуже, как эфирный от этого, но это зависит от скорости интернета. Так, следующая функция в разделе интернет это MegaGo. MegaGo тоже здесь работает. Фильмы, сериалы есть. Правда, некоторые фильмы и сериалы идут платно. Ну, не все. Можно здесь посмотреть. Ну, в принципе, поискать, побаловаться можно. Есть функция погода. Даже здесь все в настройках можно выставить свой регион. Можно погода на 5 дней. Все можно выставить и просмотреть. Функция RRS новости. Я считаю, эта функция лишняя, потому что, ну, может, кому-то и надо. Сталкер портал есть тоже. Если у вас есть аккаунт Сталкер портала, можно прописать в настройках и смотреть IPTV, лут и другие функции Сталкер портала. Также есть здесь и Extreme портал. Тоже все можно настроить, просматривать тоже. Поддерживает этот тюнерок эти функции. Ну, и есть вот новая функция в этой версии TikTok. Правда, он, как вы видите, не работает. Может, в будущих прошивках поправят, но я думаю, это уже будет интересно. Я, можно сказать, радует, что уже есть такая функция. TikTok сейчас набирает обороты, поэтому в тюнерках неплохая функция. Но дождемся только работы. Или, может, где-то уже есть прошивка или дамп какой-нибудь, где эта функция работает. Ну, и функция DLNO есть. И настройка DWB, DLIB. Тоже можно все настроить. Так что, вот такой обычный стандартный тюнерочек. Ну, интернет-функции, мне кажется, слабенькая. TikTok-функция уже, конечно, интересная. Но, в принципе, для Т2-просмотра и немножко добавить, расширить интернет-функциями тюнерок пойдет. Так что, интересный тюнерок. Их очень много выпустило. World Vision разных Т2, там разные модели. Ну, в принципе, они все похожи. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.